здравствуйте уважаемые школьники у нас седьмое занятие факультатив для 8 9 класса 15 школа 15 14 города москвы мы продолжаем тему массивы и я хотел бы показать задачу в которой использование массива неизбежно и так массивы занятия 2 разделим доску пополам и так первая задача на вход компьютера ну вычислительной системы на вход некоторого микроконтроллера вычислительной системы какой-то поступают числа поступает последовательность чисел нам известно сколько чисел да да но некоторое количество чисел вот нам заранее сказали их будет там 100 тысяча может да но сколько-то н чисел так вот надо вывести последнее давайте вывести 1 давайте вывести первое число последним это первая версия этой задачи и вторая версия этой задачки дано н чисел то есть они вводятся ну на некоторую систему ввода да и есть возможность их выплевывать в некую систему вывода вот да но н чисел надо эти числа до вывести а то же самое вывести в систему вывода да ну в стандартный поток вывода в случае компьютера это клавиатура экран на но н чисел надо вывести последнее первым так вот вот эта ситуация нам даны числа давайте 1 2 3 4 5 хватит мне надо чтобы вывод был корректным да мне нужно первое число она вот первое число взять положить в некий кармашек до положить в некий кармашек для этого достаточно запомнить его в какую-нибудь одну переменную до запомнить это число ну цин запомнили это число туда после чего я циклические беру и запоминаю вот эти остальные не запоминаю про прощение считываю эти числа x у меня в кармашке лежит и ждет своего часа а остальные числа я сразу начинаю выводить на поток его получил с потока ввода раз и распечатал на потоке вывода получил с потока ввода взял и распечатал на поток вывода но после всей этой истории я это число достаю из загашника да из той перемены это же печатаю соответственно на экране да то есть я запускаю здесь что for цикл for представим себе что у меня есть там переменная временная там темпы то ну или я могу и тут создать ладно но я тут что делаю я отсчитываю нужное количество этих самых операций n это какое-то число которое мне известно заранее да и что я делаю я беру и считываю во временную переменную целого типа а потом распечатываю эту переменную может быть сопровождая там символом пробелы чтобы разделить их на экране на после чего один раз я вывожу эту самую переменную x состоянии и которое у меня оставалось память то есть еще раз фишка в том что мне потребовалась одна всего лишь переменная одно значение запомните вывести в конце все а вот в этой ситуации вывести последнее первым вот поток ввода и вот я начинаю думать подождите но вот число один мне нужно вывести его для мне нужно начать выводить какое-то число но я же не могу его узнать заранее поток ввода это именно поток это не файл который можно открыть отмотать на нужную позицию а потом отмотать назад поток ввода с клавиатуры или если это микроконтроллеры какое-то еще устройство которое получает данные до из окружающей среды например то эти данные живые они вот вот в реальном времени они раз пришло раз пришло раз еще пришло число до соответственно вопрос в том что вот это число еще не пришло и мне придется запоминать вот это все на все это дело запоминать и я смогу начать выводить на экран не раньше чем придет число 5 то есть во первых эта программа на более тормозная да вот это за сама постановка задачи до неважно как я напишу программу да здесь не в количестве операций а здесь принципиально то что это число узнаю позже а уж потом я вот этот массив чисел я его выплюну там до соответственно 1 2 3 4 понятная логика так что вот в первой ситуации мы можем и днем не нужен массив а во второй ситуации нам необходимо запомнить много чисел и для этого ну логично использовать простейшую структуру данных которая похожа на то как устроена оперативной памяти все это все эти n чисел n минус одно число запомнить понятно в этом случае возникает вопрос ну а давайте может быть все запомним давайте запомним раз уж все равно их запоминать запомним все эти числа сразу это тем более что будет приятно комфортно и легко сделать да и еще один момент я сейчас нет давайте так я все таки набросаю на доске а потом уже мы сделаем это самое реализацию и так я заведу массив слушайте я сейчас ради простоты и красоты на доске заведу простой массив классический так я завожу массив допустим число n мне известно и она невелико потому что если она велико то так нельзя вот она невелико я его заведут на стеки так называемым то есть автоматическая память ее там много нельзя но ладно что я делаю дальше я запускаю цикл считывания в котором я тупо считываю все н чисел считываю их в эти самые а только в эту и соответственно позицию что теперь происходит у меня вот эти пять в данном случае в моем примере пять чисел находятся в ячейках массива а я могу просто распечатать последний элемент а потом запустить цикл распечатки всех остальных элементов но безусловно так можно сделать слушайте я это сделаю да давайте на на доске и решающие эту задачу а потом я нее немножко проапгрыжу и что я делаю я вначале делаю распечатываю соответственно а n минус 1 возможно сопровождая каким-нибудь символом пробела до после чего я циклические а лучше знаете не здесь сопровождать а наоборот потом чтобы меньше было пробелов лишний пробел в конце не торчал и будет бежать начиная от нуля до n минус 1 потому что последний я уже вывел в начале n минус 1 элемента он на самом деле n ты а индекс его равен минус 1 а мне нужно этого индекса как раз не достигнуть поэтому строго меньше чем n минус 1 а и плюс плюс и что я буду делать я буду распечатывать сяут соответственно а пробел в начале потому что первый распечатан пробел а потом а и ты тогда все задача решена но только при помощи массива а теперь послушайте я ведь мог бы поставить задачу иначе а что если я хотел бы проворачивать их вот внутри да то сделать заставить эту пятерку отправиться сюда до четверка сдвинется сюда тройка сюда двойка сюда единицы сюда ну и аналогично я могу сказать а давайте первую задачу сделаем да это не нужно но если меня массив все равно есть допустим уже давайте сделаем это этот поворот внутри массива это называется циклический сдвиг вот эта операция с массивом называется циклический сдвиг надо сказать что циклический сдвиг существует в таком самом примитивном массиве как в регистре процессора только это массив не байт а бит да вот я ведь не всегда байт является хранилищем числовой информации иногда байт ну не обязательно байт может быть несколько байтов регистр процессора иногда может являться флаговым регистром и вот эти биты они могут ну точнее эти самые разряды до двоичные разряды они могут означать какой-то логический смысл до каждая единичка или нолик означает что какой-то рычажок включен выключен понятно вот такая логика так вот в итоге этот байт он как массив бит но в байте нет механизма до в байтовой перемены нет механизма доступа к этому биту да но я могу добывать биты по одному по очереди и и существует такая операция как сдвиг вправо сдвиг влево но есть еще и циклический сдвиг на циклический сдвиг где эти биты сдвигаются вот например направо да а самый младший переходит в старший двоичный разряд и циклический сдвиг влево существует понятно то есть от постановки тех задач которые я сейчас привел я могу сейчас вам показать эту операцию циклического сдвига в массиве соответственно у меня вот это по сути превращается да то есть ну это сейчас не то сейчас это исключительно решение вот этой задачи да вот но я хочу обсудить и превратить это в циклический сдвиг до сделать циклический сдвиг то есть дан уже массив до дан массив а а из n элементов каких-то уже конкретных то надо сделать циклический сдвиг вправо на здесь тоже массив уже есть да я повторю ладно напишу еще раз дан массив а из n элементов надо сделать циклический сдвиг влево то есть чтобы двойка была тут тройка переехала на место двойки четверка сюда пятерка сюда а единица туда несмотря на кажущуюся прям простоту здесь небольшие проблемы будут давайте сразу приступим к реализации и там уже обсудим так сейчас секундочку где мы живем у нас должен быть лесон 7 так а на 6 8 8 а это вы считаете не совсем по движению по программе 7 по движению нет прошлый прошлое занятия она не входит у нас в движение по программе то есть вот у нас сейчас да мы находимся вот здесь вот соответственно поскольку мы а можно фон убрать вот поэтому как бы я его не считаю не было сдвига вперед по программе был сдвиг в умах так ладно еще раз значит что я хочу сейчас создать файлик да и сохранить его в мая создавал что леса 07 а чё это было я уж не помню ладно короче я здесь рядышком лучше создам давайте я буду считать что это седьмой если вы не против а то проверить все таки вдруг и что то что это было а да это исключительно вас тестировал все тогда и тогда это не будем считать значит что еще раз я щ и сюда хочу внести этот циклический сдвиг сайкл шифт поехали так ну я чем-нибудь отсюда утащу у меня уже есть массив уже есть массив ну пусть это будет вектор это не так принципиально да его нужно будет считать с клавиатуры то есть он не просто так у меня появляется так слушайте а давайте не из клавиатуры давайте я ему создам задам значение но они будут примитивно заданы вектор дальше задается n ресайзится и пробегаемся некоторым образом его заполняем так n 10 элементов достаточно значит так это нам не надо ресайз соответственно что нам нужно ресайз н так и чем мы его будем заполнять мы его будем заполнять значениями ай как есть все и пока что распечатаем посмотрим как это дело работает видите да все окей массив виден да он распечатывается а вот здесь вот собственно да начиная с этой 18 строки я буду осуществлять сейчас циклический сдвиг в этом массиве циклический сдвиг влево знаете что хочется мне чуть-чуть оформить это красиво для этого мне бы хорошо бы использовать функции правда я в какой бы я в какой-то момент их должен буду рассказать давка сейчас посмотрю отдельные их не предполагал описывать да нет не предполагал давайте так я сейчас не буду углубляться в функции проблемы связанные с ними а мы просто скажем на вы же в питоне функции делаете без проблем вот давайте я скажу вот а я хочу вот эту штуку делать функции как это сделать то нужно просто взять этот кусок программного кода вытащить куда-нибудь запихнуть в скобки фигурные и дать ему название и пожалуйста все да дадим ему название это будет функция например print на вектор print вектор ну вот в питоне как вы помните используется вот такое слово def define ну то есть для того чтобы описать определение а все плюс плюс этого не требуется но если ничего не написать а просто так создать функцию то ее возвращаемый тип по умолчанию будет целым int как у int main но print вектор я собираюсь вызывать просто так я не собираюсь его куда-то результат куда-то присваивать мне не нужно будет делать вот как то вот так вот да я его не собираюсь использовать как функцию да я просто скажу распечатай вектор и все поэтому я хочу сказать что он пустой возвращает ничего void это оба типу обозначения соответственно и в такой функции может вообще не быть return добежали до конца по тексту все сделали что надо и просто вышли молча ну и результата работы не нельзя никуда присваивать еще один момент я здесь предполагаю что есть какой-то а ну а кто такой этот а ведь я в питоне я могу здесь просто написать а и все в оси плюс плюс так нельзя мне нужно сказать что здесь какой-то тип на я не имею права сказать что это какой-то автоматический тип мне нужно сказать конкретно поэтому давайте вот я пользуюсь вектором целых чисел да я ожидаю в качестве параметра именно вектор целых чисел ну а для полноты чтобы было он при передаче там есть такая тонкость как копирование ну слушайте может быть даже не стоит об этом сильно говорить но я добавлю вот такую штучку это будет называться передача по ссылке не морочите слишком сильно себе голову это будет означать что я изнутри функцию изнутри функции работаю с тем же самым вектором с которым и вне функции если я этого не сделаю то в функции print вектор ничего не изменится только она будет медленнее работать а в той функции который там сдвиг влево сдвиг вправо которая хочу сделать там будут проблемы штучка называется амперсент то будет признаком того что вот эта штука будет передаваться как параметр по ссылке на и а это ссылка на тот же самый к который сюда должен быть передан понятно все плюс плюс если я не передам параметры явным образом то я никак не дотянусь до того а которая лежит в главной функции это просто будет невозможно и так я сейчас выделил вычленил отдельную функцию распечатки вектора за счет этого мне будет очень легко и красиво вызывать эту функцию несколько раз соответственно вот я вызвал функцию один раз вот я ее потом вызову и еще один раз а вот здесь я собственно собираюсь осуществить циклическую перестановку да то есть я собираюсь сделать циклический сдвиг влево и так так одну секундочку значит поехали я для этого должен за плану запоминать надо он уже все запомнено и тогда мне нужно за сдвинуть все элементы как это было написано на доске до соответственно 1 в нулевой 2 в 1 3 во 2 и так далее до n минус 1 который должен быть уложен в n минус 2 понятно соответственно я сделаю следующим образом я побегу по индексом начиная от нулевого не достигая n минус 1 почему почему не достигая потому что если я и будет я позволю ему равняться n минус 1 никто не сказал что я не включил экран и от нуля до n минус 1 не включительно потому что если я позволю ему равняться n минус 1 тогда вот в этой операции произойдет выход за границы массива то есть ключевое действие которое делаю это присваивание и плюс 1 то есть следующего элемента предыдущему понятно ну и соответственно что я понимаю что и получится давайте попробуем сейчас ничего не делать не доделывать а просто посмотреть что произойдет в результате и так вот у меня две версии сейчас чуть-чуть подкрутим чтобы можно было наверх и одновременно посмотрим что произошло ну единственное что я у меня есть замечание к моей распечатки то что она пишет вектор контейнс перевод строки а в конце перевод строки не происходит но самое главное что я вижу что вот у меня сдвиг глобально происходит но последняя чайка равна девятки а ну ноль пропал совсем почему почему ноль пропал действие описано вот здесь вот вот это происходит владимир маша кирилл товарищи в ну никто никаких версий нет почему я вот здесь вот наблюдаю девятку а не 0 я же хотел циклический сдвиг сделать вот я делаю сдвиг что не сделал но последний элемент просто не я действительно в него ничего не присвоил а что мне туда присвоить как это сделать чтобы что-то достать из кармашка нужно вначале что-то в кармашек положить начну нужно сове завести этот самый кармашек на положить туда нулевое значение да а в конце из этого кармашка выплюнуть куда в последнюю позицию да это последняя позиция она имеет индекс n-1 я туда положу значение из тмп тмп было у меня сейчас как кармашек понятно ну и давайте я сразу подправлю немножко в конце этой форме и распечатки хотелось бы этот самый перевод строки что ли сделать да на самом деле у меня есть еще одно замечание я хотел бы сделать его как в питоне такой вы вы знаете в квадратных скобочках да вот давайте вот это сделаю соответственно квадратная скобка и перевод строки а вот вектор контейнс мне не очень надо делать нужно квадратную скобку сделать и еще один момент чтобы не было лишнего лишней табуляции я буду в начале печатать в табуляцию а потом уже печатать а это при этом начинать я буду с первого элемента да а здесь я буду печатать соответственно и только если у меня соответственно а . со из а . со из больше нуля на хата вдруг в этом в принципе не надо печатать я буду впечатать соответственно си аут а нулевой ну и вот примерно вот так у меня получится что он будет печатать через запятую в квадратных скобках значения можно поэкспериментировать но просто на самом деле запуск прям вот того что есть уже покажет как она будет работать только я хотел через запятую наверно давайте через запятую и табуляцию вот так вот запятая или запятая пробел давайте запятая пробел совсем как в питоне ой же плохо чё-то плохо запятая проблему в том что я сделал здесь кавычки одинарные и это привело к ужасным последствиям почему не буду объяснять вот кавычки одинарные только для одного символа годятся ну вот видите да окей ладно распечатка получилась циклический сдвиг у нас исправлен за счет того что мы добавили вот это запоминание в кармашек да и вытаскивание из кармашка давайте сделаем так я вот и вот эти действия да такие красивые интересные полезные да хотел бы вытащить в отдельную функцию ну чтобы можно было прям так красивенько позвать вот так вот сказать взять и сказать на shift shift left да shift left и и он сдвинулся влево так для этого мне придется завести такую функцию до которая будет так называться она будет void shift left она будет потреблять вектор int of целых чисел да я буду называть его точно также буковкой а и как вы помните ставлю дополнительно вот этот амперсен чтобы у меня сюда попадал этот вектор по ссылке чтоб я работал с тем же самым вектором и вот я этим хочу заняться есть правда такая тонкость что здесь я пользуюсь n как будто здесь я знаю n безусловно не знаю если я попытаюсь это делать компилировать и запустить то у меня начнет тыкать компилятор в тыкать меня сейчас попаду вот тыкать меня в ошибку я не знаю кто такой n будет он говорить и будет совершенно прав действительно для того чтобы я знал кто такой здесь n мне необходимо что сделать на его либо сюда передать а зачем передавать если все равно собираюсь делать сдвиг на весь массив значит мне придется создать n как a.size либо отказаться от n и пользоваться везде а.size слушайте я его запомню и буду ему так два раза два пользоваться все окей теперь у меня сделана декомпозиция то есть я вытащил кусок программного кода это называется декомпозиция я его вытащил в функцию понятно вытащил внутрь функции дал ей название и пользуюсь как видите прекрасно работает а самое главное что в том месте где я вызываю все это дело функции main это все становится более красивым и компактным сдвиг влево хорошо а не могу ли я случайно взять и сделать shift right то есть реализовать вот эту функцию да для только вот для вот той версии которая вот на этой доске будет ну она не будет я ведь только сейчас здесь нарисую да а потом распечатаем принт вектор друзья итак мне хотелось бы сделать аналогичную функцию shift right да но это пока моя мечта такой функции нету естественно да если я сейчас попытаюсь запустить он мне будет опять же тыкать компилятор будет тыкать меня говорит я такой функции знать не знаю да соответственно что я могу сделать я создам эту функцию методом control c control v нету мысли в голове control c control v да вообще это очень плохое действие потому что она свидетельствует о чем либо либо о том что мой код является мокрым wet от слов we enjoy typing нам нравится печатать вот а надо код подсушивать но я в данном случае скопирую все таки да чтобы вы видели изменения shift right на сдвиг вправо приемка вектора будет точно такой же то есть вот здесь как раз действительно ничего не это самое не отличается n да точно действительно точно так же теперь смотрите на логику я должен запомнить то есть вынуть из массива последний элемент да и тут но здесь пятерка да потом я должен осуществить сдвиги но эти сдвиги должны направляться от предыдущего элемента к следующему элементу понятно да давайте сделаем же эти изменения я запоминаю n-1 а выплевывать буду в нулевой из кармашка очень хорошо теперь здесь да я собираюсь закладывать в следующий из предыдущего и теперь запускаю с такой уверенности что все должно сейчас срастись ну значит что я могу сказать сейчас я здесь вот навалял я исправлю одиннадцать это неправильно это ошибка еще раз запустим там просто явно было видно что мы вышли я там вышел за границу массива и что я вижу я ожидал что имея вот такой массив и осуществив соответственно shift right я должен вернуться в исходное состояние вот в это а состояние массива после сдвига вправо вот такое ну кто готов объяснить эффект у нас каждому элементу присваивается единица то есть каждому в последующем присваивается уже новый предыдущий то есть не старый абсолютно верно я это дело могу сравнить так представьте себе что это флешки то есть каждая ячейка массива это флешка на котором можно записать что-то но представьте что там записывается фильм и он записывается только целиком то есть нужно перестереть старое и записать новое да я хотел сделать циклический сдвиг соответственно на эту флешку да эту флешку я копирую на временную да эту должен переписать сюда потом эту сюда и так далее да а получилось как я говорю ну ребят ну я должен переписать так какая разница в каком порядке начинаю да я из первой скопировал во вторую флешку значение единичкой вот она лежит но потом я уже с нового значения да скопировал туда и получилось что это как волна такая раскатывается да такая волна катится по этому массиву такая а вот она туда пошла ну или как это наоборот получается вот она вот да нет все правильно я говорю да ну вот она вот отсюда тихirm門 �ит чуть-чуть понятно вот соответственно мне нужно что изменить как исправить собственно программу давайте вернемся к сдвигу вправо что тут требуют изменений Кирилл, тебе слово. Надо идти с конца, наверное. Молодец. Все очень просто, надо идти с конца. Есть такая тонкость. Уж если я работаю с и плюс первым и аитом, то мне первое значение, с которым надо начинать работать, n минус второе. Потому что к нему следующим будет n минус первый, то есть как раз последний. Понятно? И до каких пор мне это нужно делать? И идет к уменьшению, и каждый раз уменьшается. До каких пор мне это нужно делать? До и равному нулевому включительно, и больше либо равно нулю. Вот так вот. Вот такие вот границы диапазона. Ну давайте теперь запустимся, посмотрим как это будет работать. И внимание. Фокус, фокус. У нас действительно массив вернулся в исходное состояние, циклический сдвиг работает. Вот. Обсудили мы эти два алгоритма и их реализацию. Я этот самый программный код могу вам просто скинуть. Давайте я подложу его в репозиторий, во-первых. Во-вторых, можно сделать отдельный там lesson 7. Сейчас сделаю там самый. Сейчас. Секундочку. Ну вы можете найти на repl.it, можете найти этот файлик. Впрочем, в репозитории на гитхаб я тоже это дело выложу. Итак, давайте двинемся вперед, значит, по материалу. Что я хотел еще сегодня успеть сказать про массивы. Дело в том, что существует более актуальная даже проблема, чем циклический сдвиг. Циклический сдвиг в массиве бывает, нужен, но очень уж редко. Это так красиво объяснить, показать, а в чем может быть проблема, связанная с зависимостью по данным. А вот добавление элемента в конец и удаление элемента с конца и с начала, да, они происходят по-разному. Дело в том, что добавить элемент в конец массива или вектора, да, это просто. Это алгоритмически просто. Если там есть резерв, безусловно. Если там есть резерв по памяти. То есть, как выглядит вектор? Вектор резервирует некоторое количество ячеек для последующей записи. Да, тынс, 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 тыры-тыры-тыры-тыры-ты-тын, да. Вот у него отрезервирован какой-то запас. Я могу сэмулировать вектор без указателей, сделав обычный типичный массив некоторого предельного размера. Ну, то есть, сказать, что у меня, допустим, там вектор, не вектор, да, массив целых чисел, и предельный массив его, да, предельный его размер, например, это там 100 элементов. То есть, это примерно как аналог того, что я аллоцировал себе, заранее зарезервировал у вектора, там, заранее 100 элементов. Так можно же сказать, вектор зарезервируй на будущее, я сейчас буду туда много заполнять элементов, чтобы лишний раз не перезапрашивать себе дополнительную память. Ну, а теперь вопрос в том, что реально, реальное содержимое в этом массиве может отсутствовать, потому что его еще не надо, оно еще не пришло. Но, пример, вам будут вводить числа с клавиатуры. Числа будут вводить с клавиатуры. Но, а вам будут вводить и четные числа, и нечетные числа. Необходимо запомнить все четные числа, которые будут введены. А нечетные проигнорировать. А четные надо запомнить в той самой последовательности, как их вводили. Ну, там можно какую-то дополнительную поставить задачу и вывести их задом наперед, например. Да, ну, в случае, если бы мы же уже делали с вами реверс в массиве, да, две недели назад, на шестом занятии, мы делали реверс. Помните? Да? Ну вот. Пожалуйста. Но запомнить надо, а сколько будет у меня четных чисел, я не знаю. Может, даже ноль. Да? То есть, у меня будут они поступать, но я заранее не знаю, сколько. Или даже просто будут вводиться числа, надо все числа запомнить, да, но это последовательность с терминальным нулем. То есть, в конце просто будет ноль. А мне нужно запомнить. Единственное, что я знаю, что чисел будет точно не больше ста. Массива хватит под их хранение. Как мне быть? Значит, мне придется завести переменную, которая будет отвечать за его размер. Ну, я ее как-нибудь назову там, а подчеркивание, сайз, положу туда ноль в начале. И каждый раз, когда я добавляю элемент в конце массива, да, я соответственно буду что? Вот в это положение, да, в позицию а сайз, а ведь именно этот нолик, да, и указывает на элемент, в котором пока что еще ничего нет, но я именно туда и буду вакантное место, да, первое вакантное место, куда я соберусь закладывать значение. Понятно? То есть, это именно та позиция, в которую собираюсь запихнуть значение. А, подчеркивание сайз, это индекс пустого места. Я туда кладу какое-то значение. Я сейчас буду называть это х, ну, неважно откуда он взялся, да, с клавиатуры, допустим. Но, после этого, размер массива, имеющийся, нужно обязательно увеличить. Потому что я имею в виду не зарезервированный, а именно реальное, да, вот это значение, которое за количество хранимых чисел в моей структуре данных. Я этот а сайз сделаю плюс-плюс. Надо сказать, что любители языка сей плюс-плюс говорят так. Ну, подождите, но ведь а сайз плюс-плюс, это операция, которая возвращает старое значение а подчеркивания сайз. Ну, то есть, я имею право, на самом деле, рассматривать сам результат этого вычисления. Поэтому они говорят, а давайте я вот здесь вот возьму и впишу вот так вот, а в скобках квадратных а сайз плюс-плюс равно х. То есть, вот такое вот действие, да, оно будет как раз увеличивая переменную а сайз на единичку, пользоваться ее старым значением для того, чтобы по этому индексу отправить х. Такой типичный, сишный, я бы сказал, вариант даже. Вот, но, что можно еще, да, ну, и вот таким вот образом я беру и допихиваю элемент в конец. Естественно, что по-хорошему надо при этом контролировать, что мы не выходим за границы зарезервированного пространства. Теперь по удалению элемента с конца. Вот эта операция, кстати, она имеет определенное название, да, я могу сказать, что я как бы пихаю туда, да, пуш, толкать, да, куда я ему толкаю? В спину ему, пушбэк, да, пушбэк, запихнуть это самое, в конец. В Python со списками, это называется append. Соответственно, давайте попробуем оттуда с конца значение достать. Последнее значение лежит не в позиции a, подчеркивание size. a, подчеркивание size, это всегда следующая вакантная позиция, и одновременно с этим это количество элементов в этом массиве в данный момент. Я должен взять и его уменьшить a size, и вот этот уменьшенный индекс как раз будет указывать на то значение x, которое я оттуда пытаюсь вынуть. Да, давайте я сделаю эту операцию вот так, я скажу, x равно, мне нужно достать его из позиции на единичку меньше, чем a size, а заодно a size уменьшить на единичку. То есть я, смотрите, могу сказать так, a size, да, минус один, да, а потом сказать a, подчеркивание size, минус минус. И тут опять возникает интересный момент. Дело в том, что a size минус минус, это почти то же самое, что минус минус a size. Ну, то есть сама переменная, она и так, и так уменьшится на единицу. Но вот результат вычисления минус минус a size будет отличаться от a size минус минус, он будет как раз новым уменьшенным на единичку значением. Короче, опять же, программисты на c и на c++, да, но на чистом c уж прям, да, они сделают вот так. Они скажут, уменьшив переменную a size, обратите внимание, сейчас это не какое-то тупо переменное, просто оно так длинно называется. Уменьшив ее, да, воспользоваться новым уменьшенным значением, чтобы добыть, какой же там x в конце валялся. Соответственно, это получается операция выпрыгнуть с конца, да, поп, поп, да, прыгающая кукуруза, попкорн, да, поп, бэк, выпрыгнуть с конца, со спины, да, со спины массива. Ясно? А вот получается, что операция добавления в конец и вытаскивания из конца очень простая. А вот как мне впихнуть элемент в начало? То есть я держу чистый массив, да, классический сишный массив с некоторым резервом, да, я добавляю элемент, резерв не поменяется, а как мне, да, сделать, по сути, операцию, которая будет называться пушфронт? Как мне запихнуть элемент в начало? Давайте представим себе, что у меня там разложены какие-нибудь числа. Один, два, три, четыре. И я собираюсь сейчас положить в начало число, допустим, ноль. Если я просто присвою ноль, ну, у меня есть какая-то переменная x, из которой я собираюсь это брать. Значение, да. Но если я его сразу сюда присвою, то будет плохо. Первое, что я должен сделать, я должен, соответственно, начать осуществлять сдвиг, но не циклический, да, сдвиг, в котором у меня будет асайз операции присваивания, после чего асайз я увеличиваю на единичку, а в нулевую я кладу значение не из тмп, а из переменной x. Понятно? Для чего я вам это объясняю? Первое, что операция вставки в начало массива ресурсоемкая. То есть пуш-фронт это целый цикл копирований, понимаете? Да? Это не то же самое, вот это вот такое действие, щелк-щелк, да, такое, в одну строчку, одно действие, и оно реально примитивное по скорости. А вот эта вставка в начало массива и вытаскивание из начала массива, она чем-то, знаете, напоминает как стопка книг. Вот представьте себе, что у вас стопка книг, да? Одно дело, когда вы кладете книжку наверх, да, или берете верхнюю книжку, а другое дело, когда вам нужно взять книжку с самого низа. Ну, вы скажете, что ничего страшного, я сразу приподниму все остальные и ее вытащу. Ну, а представьте себе, что эта стопка, она высокая, что называется, от пола до потолка. Это делать можно, но неудобно, да, нужно копировать эти значения по всему массиву, да, чтобы туда впихнуть. Та же самая история будет, если я захочу оттуда вынуть, тогда у меня будет сдвиг, соответственно, справа налево значение, да, чу-чу-чу-чу-чу-чу, вот такое вот перетаскивание. Давайте сделаем следующим образом. Мы не будем сейчас этот самый пытаться успеть, да, охватить необъятное. Вот именно эти две задачки, да, а именно push front, запихивание в начало и pop front, выпрыгнуть из начала, именно на массиве, слушайте, если вы, фронт, если вы сделаете это на векторе, можно, никаких проблем, пожалуйста. С вектором даже будет проще, потому что у нас все под вектор, вот только что было написано и готово, и циклические сдвиги, которые вы сможете использовать, да, только вам не циклические, это не в чистом виде, да, пригодятся. Вот, можно даже оформить это как вот такие же функции, да, void push front, void pop front. Вот, и попробую я с этим делом поиграться. Вот, потому что, да, там есть push back, pop back, но вот с этим сам push front, pop front для вектора, по идее, не реализовываю. Ну, я могу проверить, давайте проверим, чтобы я не дал вам слишком простое задание, вы скажете, а, ну какая разница, давайте сделаем. Я просто вот здесь возьму, вставлю дополнительно a.push, ну, сразу видно, вот я тут могу помотать, да, видите, push back есть, pop back есть, а push front нету. То есть, это операция именно из-за своей особенной сложности, да, он просто туда не записывается. Итак, давайте push back сделаем чего, ну там, не знаю, 10 я сейчас туда запихну, да, и посмотрим, а что у меня с вектором сталося, да, а потом я дополнительно сделаю что, а, pop back, соответственно, а результат его, если я не ошибаюсь, он просто удаляет последний элемент, если я тоже не ошибаюсь. Вот. Ну, короче, и потом снова распечатаем. Ну, я запущу, чтобы вы увидели тоже результат вместе со мной, да, вот результат в том, что вот вектор удлинился, да, вот там вектор обратно укоротился. Понятно? Давайте эти задачки оставим. Так, на этом лекционная часть нашего занятия заканчивается.